Еврозоне удалось выбраться из финансово-экономического кризиса. Норвегия доставила газ Европу больше всех, а Трамп просит Конгресс добавить к оборонному бюджету еще 5 миллиардов. Зачем? Смотрите в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! Начнем мы с хороших новостей. Еврозоне удалось выйти из финансово-экономического кризиса. Такое радостное заявление сделал еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси. Он подчеркнул, что черная полоса длиной в несколько лет докончена. Кризис, совершенно ясно, остался позади. Есть экономический рост, политической неопределенности гораздо меньше, чем даже полгода назад. У нас есть благоприятная возможность. Мы глубоко убеждены в том, что мы должны воспользоваться этой же возможностью. Отметил он на пресс-конференции после Совета министров финансов стран Еврогруппы. Евростат, в свою очередь, подтверждает это цифрами. Все страны еврозоны, кроме Греции, показали экономический рост в прошлом году. В этом же и следующем годах Еврокомиссия прогнозирует рост экономики и сокращение безработицы абсолютно во всех государствах валютного блока. Давайте вспомним, что с 2010 года Греция, Ирландия, Португалия, Испания и Кипр обращались за внешней финансовой помощью. Все вышеперечисленные страны, кроме Греции, смогли выйти из программ внешнего кредитования. Многие из них даже прошли через процедуру принудительного сокращения дефицитов бюджетов и проводили реформы. Норвегия стала лидером по поставкам газа в Европу. Сообщается, что за прошедший газовый год эта страна экспортировала в Европу рекордный объем газа – 123 млрд кубометров. Об этом сообщил журналистом старший вице-президент по маркетингу и трейдингу Статтелл Топ Мартин Анфинсен в ходе Европейской газовой конференции. «Мы видим более высокий спрос в Европе по самым разным причинам», – отмечает Мартин. Более того, представитель Статтелл подчеркнул, что Норвегия заняла 25% в объеме потребления газа Европой. По словам Анфинсена, 5,5 млрд кубометров газа было экспортировано в виде СПГ, но компания Статтелл при этом закупает СПГ у третьих сторон. В это же время в США Дональд Трамп беспокоится насчет ситуации с КНДР и Афганистаном и просит палату представителей Конгресса США увеличить расходы оборонного бюджета страны на следующий год. Прошу Конгресс рассмотреть прилагаемые поправки к бюджету на 2018 финансовый год для Министерства обороны. Запрос включает дополнительные 4 млрд долларов для поддержки неотложных мер в области противоракетной обороны в целях противодействия угрозе со стороны Северной Кореи. И 1,2 млрд долларов для поддержки стратегии моей администрации в Южной Азии, говорится в письме Трампа спикеру палаты представителей. В пресс-службе Белого дома также уточняют, что дополнительное финансирование необходимо для увеличения воинского контингента США в Афганистане на 3,5 тысячи человек. При этом еще 700 млн. пригодятся на ремонт кораблей ВМС США Джон Маккейн и Фиджеральд, которые в этом году столкнулись с гражданскими судами. Обсудите эти и другие новости в мессенджере Дукаскопе Коннект. Там же можно устроить настоящую дискуссию с другими пользователями и заработать швейцарские франки. Ссылки я оставлю в описании.